Могу себя поздравить с открытием зимнего сезона. Выехали порыбачить жердцами, купили 10 по 10. То есть 10 я, 10 мой напарник Александр Карасиков. Ну, правда, уже достаточно высоко солнце стоит. Морозно, в районе 20, но чуть меньше, где-то градусов 18. По трассе было 20-21. Сейчас будем расставляться и начинать сезон. Пожелайте нам удачи! Собственно, мы уехали не так далеко от города. Где-то в районе 80 километров. Река Хабда, Большая Хабда, как ее еще называют. Место от города не так, чтобы далеко. Тут люди были и были до нас. Мы приехали. Видимо, накануне кто-то был. Лед, кстати, не такой и уж толстый. Где-то сантиметров, ну, наверное, 10 может быть максимум. И даже немножко трескается. А когда борешь лунку, ну, конкретно это не треснуло, а вот штуки две у меня треснули. Ну, вода тут имеет течение. Небольшое, но все-таки. Поэтому лед пока не нарос. Так. И те лунки, что были до нас, они все чистые. То есть никто, возможно, если и рыбачил, то рыбы не поймал. Ну, что ж, буду ставить свою жерлицу. Ну, что ж, буду ставить свою жерлицу. Субтитры сделал DimaTorzok Уже почти половина первого я выставил все свои жерлицы. Так получилось. Ну, обычно мы так и ставим. С одной стороны я, с другой стороны мой напарник Саша. То есть я вот с этой стороны от места прибытия, он пошел на правую сторону. Я сейчас сходил к нему, у него ни одного подъема. У меня тоже ни одного подъема. Время уже половина первого. И это немножко настораживает. Настораживает и то, что те лунки, которые были до нас, они свежие, вчерашние, может позже вчерашние. Они тоже без следов вытаскивания рыбы. Так что полдня пока, а рыбы там и еще не то что рыбы, даже каких-либо, так сказать, признаков ее присутствия не видели. Ну, раз расставили, сейчас немножко, наверное, перейдем на балансир. Побалансирим. Или, может быть, сейчас сначала чаю попьем. В общем, сделаем небольшую паузу и будем ждать поклевки. И надеяться на них, конечно. Таких мест, по-моему, это... Щука, которая... Троянка, да? Ну вот смотри, где взяла? Тут сколько было уже? Где-то два спалгина. Воспалгина. На ней, на ней, где-то между взяла, да? Ну, уже в починок. Спасибо. Первая щука в этом году. Сальдаром. Тащишь? Ну, это уже можно забрать. Итак, время обеда. У Саши два честных подъема. То есть, это реально была щука. Это не ветер. Два подъема. Одну он отпустил. Она была маленькая. Вторую все-таки заберет. Ну, честно, заработанная щука. У меня пока подъемов я точно не вижу. Буду еще надеяться на лучшее. Воскресение. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Не коряга, а вот талу он срезает и себе затаскивает там ближе к месту, где живет, к хатке. Вот. Не знаю, может быть в этом какая-то есть определенная причина. Как-то я то ли читал, то ли... Ну, в общем, есть такое поверье, что там, где есть бобры, рыба либо очень осторожная, либо она избегает этих мест. Ну, то, что здесь есть бобры, мы, в принципе, всегда знали, но с другой стороны, раньше-то и ловили как-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тени длинные уже. Впереди вечер, надо собираться. Рыбалка заканчивается. Ну, можно сказать, закончилась уже. А можно сказать, для меня она даже не началась. Ну, не адреналина, зато кислорода хапнул на неделю, а даже, может быть, и на больший срок. Надышались. И теперь... Теперь все, собираем. Спасибо, что смотрели. Рыбачьте, рыбачьте лучше нас. Живец еще живой. Рыбачьте. 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 Рыбачьте.